Па-па-па-па. Где, Глент, где? Что случилось? Да я чай хотел заварить. Палец обжег. Быстрее под холодную воду, давай. А чай я тебе сам сделаю. Так, тоже закинул заварку. Как-то так неаккуратно-то, Глент. Тебе сахар добавить? Две ложечки. Окей. Что там, совсем больно? Капец. Держи. Размешай, пожалуйста. А сам не можешь? Ну так палец болит. А, ну ладно. Ты это, аккуратней, Глент, давай, ладно? А то сейчас инвалидом станешь еще. Все, на, держи. Ага, спасибо. Да не за что. Вот это прикол. Никогда бы не мог подумать, что Серега может испугать такой безобидный ожог. Уже и не болит совсем. Интересно, а как Кобяков отреагирует? Блин, капец. Что случилось, Глент? Да я чай хотел заварить. Так сильно палец обжег. Я в шоке. Давай подую. Да нет, дуть не надо. Я сам справлюсь. Ты мне это, лучше шнурок завяжи. Ожог. Вообще не могу. Да, конечно, Глент, помогу. Давай. Блин, как тебя так угораздило? Да, да, да. Вообще. Ну все, теперь точно не развяжется. О, спасибо, Кобяков. Ты вот настоящий друг. Ну это, ты обращайся, если что-то нужно будет. Я помогу. Да вообще без проблем. Все, и давай аккуратнее там. Да, да, да. Ну что, два раза прокатило. Значит, и сейчас должно сработать. Думаю, Серега мне не откажется с стиркой вещей. Я же палец обжег. Так, сейчас, берусь. Мне очень-очень больно. А-а-а. Девяносто три. Девяносто четыре. Серега. Приветики. Как палец? Еще не прошел? Нет, вообще не прошел. Еще только хуже стало, представляешь? Жесть. Это, я что пришел? Может, ты мне поможешь вещи мои постирать грязные? Я сначала сам хотел постирать, а потом понимаю, что вообще без вариантов. Так сильно палец болит. Тем более мне палец еще и перебинтовать надо. Нет, Глендик, слушай, я с твоими вещами не хочу иметь дело. Вот, на, держи. Там же все легко. Загрузил в машинку, закрыл, нажал кнопку, все готово. Вот если бы был перелом, это другое дело. Так, все, не мешай, я пока спортом занимаюсь. Ладно, извини за беспокойство. Ну, извиняю. А, как же больно. Сто! Блин, ожоги уже не работают. Пацаны не хотят мне помогать, ну ничего. Серега мне сам идейку подкинул. Будем ломать палец. Ну согласитесь, круто, когда все вокруг тебя носятся, выполняют твои дела. Еще и пранк прикольный получится. Заодно и проверим, кто из пацанов реально готов мне помочь в трудную минуту. Так, я тут загрузил вещи. Случайно вот тут вот забыл палец и... Что случилось? Что случилось? Это все из-за тебя, Серега. Я же тебя попросил помочь с бельем. Из-за тебя, походу, палец сломал. Блин, сильно болит, Глент. Очень сильно. Покажи, покажи. Ага, покажи тебе. Ты и так уже накаркал. Я лучше к доктору поеду. Вы со мной не едете. Вы и так мне уже помогли. Глентик, прости. Серега, это он из-за тебя так. Я ничего не делал. Я просто занимался спортом. И оппершоп. Спортом ты занимался. Помогать другу надо. Ну сейчас помогу, он же не запустил стилку. Какую включать-то? Кобяков! Здрасте, можно? Да, входите, пожалуйста. Что у вас случилось? Проходите, не снять. Да у меня как бы со здоровьем проблем нет. Мне просто нужно, чтобы вы мне руку загипсовали. В смысле? У вас же со здоровьем все в порядке? Да, со здоровьем все в порядке. Просто гипс нужен. Прям очень нужен. Извините, если настоящего перелома нет, я ничего вам не могу помочь. Так вы что хотите, чтобы я перед вами прям палец на палец? Так, так, стоп, стоп, молодой человек, ломать ничего не нужно. Может тогда договоримся? Ну вы знаете, молодой человек, я шоколадки с орехами люблю. Шоколадки у меня нет, конечно. Ну что же вы сразу не сказали, молодой человек, что у вас такая серьезная проблема. Очень, очень серьезная. Возьмите мою визитку, мало ли еще понадобится моя помощь. Пойдемте в перевязочную, я вас отведу. Пойдемте. Проходите, проходите. Как болит. Здорово! Здорово, Глент. Ну что доктор сказал? Как я и думал, у меня перелом. Серега, ты своего добился. А что теперь делать? Левой рукой теперь делать вообще ничего нельзя. И все бы ничего, но я же все делаю левой рукой. И пишу, и ем, и сообщения на телефоне набираю. Да понял я, понял. Все, больше такого не повторится. Что-нибудь попросишь, я тебе сразу сделаю. Глент, короче, не расстраивайся, я тебе что-то помогу. С этого момента я твоя левая рука. Ага, спасибо, Кобяков. Я же этот телик заказал, чтобы в PlayStation поиграть. Еще до перелома пальца. Можешь его сюда занести. Да, конечно, Глент, без проблем. Спасибо. Иди отдыхай, садись. Спасибо, спасибо. Серега, это, у меня есть для тебя шанс реабилитироваться. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, но мне нельзя тяжело поднимать. Чего? Ничего не надо носить. Кобяков сам справится. Ты будешь за меня играть, я буду твоим тренером. А, ну конечно помогу, Глент. Ты что, PlayStation люблю. Блин, тяжелый, оказывается, телевизор. Да, тяжелый. Ого. О, как рука болит. Ого. Кобяков, теперь еще плойку принеси. Только давай быстрее, пожалуйста. Как скажешь, Глент. Кстати, Серега, знаешь, что я подумал? А что, если мы сегодня не будем просить зрителей подписаться на канал? Ну, просто в качестве эксперимента. Ха, отличная идея. Прикол, если их даже больше подпишется, чем обычно. Ага. И не даже все, кто не подписан, подпишутся. Вообще крутяк. Но просить об этом не будем. Не будем просить их нажимать на красную кнопку подписаться. Все, просто потом статистику проверим. Уже даже не терпится узнать, сколько людей подписалось. Кобяк, ну что там, где PlayStation? Давай, 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 головой, ударь. Блин, промахнулся. Смещайся ниже, пас. Дай пас. Вон, вперед беги. Ну дай пас, Серега. Да не могу. Так, заходи, заходи в штрафную. Пас. Возьми, возьми мяч и шамарни, шамарни. Я, я, Глент, я не специально. Ты что наделал? Ха-ха. Да. Ты автогол пропустил от Кобякова. Ты сумасшедший. Ты позоришь мою тренерскую карьеру. Ну как? Объясни мне, как? Так, все, Серега, так дело не пойдет. Меняем тактику игры. Я играю на правой части геймпада, а ты на левой. Погнали. Пас. Бегу, беги. Выше, выше. Опа, забрал, забрал. Беги, беги. Сейчас скажу, когда там пас. Пас, даю пас. Обходим, обходим и... Гол! Гол! А, 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 а. Что, болит? Да, 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 болит. Ну, это только 1-1. Нет, давай 5. Ой. Все, продолжаем игру. Не расслабляемся. Опасный заход штрафную и... Удар! Принял. Пас, даю пас. Ой, ой. Вверх, нажми. Ниже, ниже, забег. А, вы штрафной. Резкий разворот. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Я счастлив. Что? Умей проигрывать достойно, лохопед. Счет 5-2, Кобяков. С тобой просто бессмысленно играть. Поздравляю вас с победой. Совсем забыл сначала про нее, а потом как вспомнил... Надо отдыхать, Глент, иди. Пойду придумаю себе какое-нибудь занятие, которое могу делать одной рукой. А я пока потренируюсь. Блин, левый в гипсе мячик набивать вообще неудобно. Сейчас попробую правый. О, о, не так плохо, как я думал. Пошло дело. Я уже раз 20 набил. Что-то это как-то, если честно, скучно. Ой, мячик под кровать улетел. А я же сам и не достану. Пацаны, кто-нибудь, помогите, пожалуйста. Глент, что такое? Что случилось на этот раз? У меня мячик под кровать закатился, можешь достать? Ты что, ради этого меня зовешь? И зам достать не можешь, у тебя же одна рука сломана. И что? Ну, пожалуйста. Да сам залезь, лентяй вообще стал. Хорошо, хорошо. Сейчас я все сам достану, конечно. Да блин, где ты? Блин, у меня, походу, шею защемило, пацаны. Что такое? Клетик, ты как? Плохо. Шея моя, шея. Я пытался мячик достать. Это все из-за тебя, Кобяков. Кобяков, да что это за меня? Я ему сказал, чтобы он сам свой шарик доставал. Сложись, 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 сложись. Тише, тише. Ой, как больно. Так, надо лед приложить, чтобы не болело. Бегом за льдом, бегом, бегом, Серега. Глентик, Глентик, прости, прости, прости. Сегодня не хочу тебя слышать, Кобяков. Тише, прости. Ты кидло. Я не кидло, прости. Ты кидло, Кобяков. Я чувствую упадок сил. Меня зовет белый свет, я не могу ему сопротивляться, все. Это потолок белый здесь. Прощай. Какой белый свет. Прощай, Кобяков. Как больно. Прикладывай. Все равно болит, пацаны. Все, уберите этот лед, завезите меня к доктору. Он лучше знает, что делать. Может это, тебе сами шею вправим. Кобяков, тебе мозги вправь, мне же больно. Ну ладно, пацаны, только я тогда не поеду. Я пойду вам покушать приготовлю. Все, Олег, Кобяков, вот визитка доктора. Мы едем строго к нему, это хороший человек. Пойду вызывать. Да, да, да. Нормально отыграл. Леонардо Ди Каприо почти. А, как больно! Что там с такси? Все, пойдем, это через 2 минуты будет. Так, 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 Глент, спокойно. Как, все болит. Давай, Глент, присядь, отдохни. Где уже там этот диван? Вот, вот тут, тут. Совсем подвигать не могу шею. Вообще не могу. Серега, положи, пожалуйста, подушку под голову. Очень твердо лежать. Приподними. Я не могу. Да, точно. Извини, извини, заразу. Да, да, да. Ой, как больно. О, да, 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 как больно. Что-нибудь еще? Пить. Что, колы, воды? И колы, и воды. Так, смешать, хорошо? Не смешивать, отдельно. Сейчас будет, Глентик. Вроде план работает. Ничего делать не надо. Пацаны меня обслуживают. Пришлось, правда, доктору еще 50 баксов отвалить за бандаж. Только с этим пранком злоупотреблять не надо. А то в итоге весь забинтованный буду. Серега идет. Ой. Так, так, Глентик, вот как ты и просил. Вода и кола. А как я пить буду? Ну вот, правой рукой возьми. И что? Посмотри, все разолью. Так, трубочек у нас нету. Сейчас что-нибудь придумаю. Погоди, не двигайся, Глент. Да у меня и не получается особо. Так, сейчас придумаю. Что сначала, воды или колы? Воды. Накормил водой. А это кола. Хочется сказать. За маму. Очень смешно, Серега. Вообще-то я тут из-за вас в таком виде сижу. Как все болит. За маму уже было, а теперь? За глотус. Ты что, обалдел? Прости, прости. Это не смешно вообще. Я и пить больше не хочу. Проваливай, Серега. Ладно, Глентик, прости. Шутки ты свои шутишь, да? Блин, я чуть испалился. Видели, как шею повернул? Правильно. Лучшая защита это нападение. Надо побыть немного одному. А то я и так слишком часто над ним издеваюсь. Очень нормально будет выглядеть. Ну как дела? Ты что, так пугаешь? Да просто решил поинтересоваться, как у тебя дела? Я из-за тебя все сломал, Кобяков. Давай, собирай теперь. А что это я должен твое лего собирать? Да ты сам собирай. Рассыпал, вот ты собирай. Э, давай. Я и так весь переломан, и ты еще и бросаешься. И что? Напугал меня и бросаешься. Ты что, совсем? Да ты что, Кобяков? Сам забирай. Ах ты ж, крыса красная. А ну-ка иди сюда. Жаль, что я не могу его ударить, спалюсь сразу. Кобяков, иди-ка сюда. Кобяков, иди собирай лего, которое ты рассыпал. Ха, иначе что? Что ты мне сделаешь? Быстро пошел, собрал лего. Нет. Ты что? Глент, ты что? Да что же это такое? Хорош придуриваться, Глент. Я не придуриваюсь. Ага, ударил тут, думал я поверю. Буду ходить такой, Глент. Ногу поломал. Что ты хотел? Какой реакции? Как больно. Что у меня случилось? Да я, кажется, из-за Кобякова ногу сломал. Что значит из-за Кобякова? Почему я всегда виноват? Да потому что ты лего рассыпал. И что? Все, неважно. Глент, подожди, можешь пошевелить чуть-чуть? Нет, не могу, очень больно. Очень больно, очень больно. Да, больно. Значит, реально мощно ударил. Я даже оттуда слышал этот звук. Бум. Мне надо к врачу, Серега. Так, сейчас надо что-нибудь зафиксировать и поедем к врачу. Кобяков, найди что-нибудь, чтобы зафиксировать. Зафиксировать ему еще нужно. Мне очень больно. Серега, я уже вижу белый свет. Все, теперь уже точно. На. Здесь потолки белые. Фиксируй. Все, всегда надо делать самому. Никуда не уходи. Ты что, издеваешься? Вот это, пацаны, доверчивые. Как больно! Так, Глентик, спокойно. Сейчас, две секундки. Что там, я шею поднять не могу, что там происходит? Единственное, что нашел, это удлинитель. Чего? Ты мне что, шину накладываешь? Да. Так я же не колено сломал. Вот на всякий случай, я же не знаю, как там все это делается. Аккуратнее ногу поднимай, Серега. Извини, извини. О, как больно. Я такое в фильмах видел. Все, Серега, звони врачу, срочно. Так, затягиваем и... Ты включен? Вставай. Серега, ты мне не помогаешь. Давай, давай. Давай, давай, Глентик, проходи. Если что, я коляску уже заказал, скоро будет на месте. Ага. У тебя будет офигенно такое место на колесах. Блин, как все болит. Надо же было так ногу сломать. Теперь точно ничего делать не могу. Ну, мы с Кобяковом поможем тебе. Ну и где этот Кобяков? Кобяков! О, пацаны, что, реально перелом? Да, реально перелом. Я до последнего думал, что все пройдет. Эй! Сейчас костылем по голове дам. Тихо, не трогай. Кобяков, ты виноват, поэтому неси меня наверх. Давай. Ты ж тяжелый. Своими травмами только постельный режим. Ну, а что я понесу? Серега, давай я тоже помогай, я один не затащу. Ну, это ты же виноват. Теперь ты и исправляйся. Давай, бери, помогай. Ну, ладно, дай я костыли. В смысле, ты только костыли? Давай, неси меня, Кобяков. Не, мы так по лестнице не поднимся. Давай, неси меня, нормально. О, аккуратней, аккуратней. Местница, конечно, не маленькая. Давай, тащи. Давай, давай. Серега, где там костыли? Давай, неси, Кобяков. Полит, все, я в кровать хочу. Аккуратней, аккуратней. Это не вообще не смешно. Ай, у тебя же еще и рука сгломана. Вот именно. Аккуратней, аккуратней, аккуратней. Ну все, лежи. Подушку под голову, можно еще одну? Повыше, повыше. Ну он и тяжелый, конечно. Подними его. Все, отдыхай. А можете окна закрыть? Сейчас закрою. Готово. Спасибо большое. Так, стоп, а ты что, нет телека? Нет, нету. О, нет, тогда я тут лежать не буду. Тащите меня назад на низ. Глентик, давай мы тебе телевизор просто сюда принесем. Да ты сам подумай, я без вас даже спуститься не могу. Как в туалет ходить? Давай меня на низ, я передумал. Так, Серега, теперь ты несешь. Нет, я отвечаю за костыли. Да, Глент? Да, да. Кобяков, давай, тащи меня. Аккуратней, 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 аккуратней. Ну что, тебе комфортно теперь? Теперь да. Я открою, пацаны. Сидите. Кто приехал? Это приехала, наверное, твоя коляска. Реально? Вот так вот. Вот. Так, Глентик, я привез. Смотри, какая штукенция. Ого, круто. Технологии. Так, ну теперь садись сюда и поедем гулять. Кобяков, помогай. Ногу сначала, сними мою. Сори, забыл. Голова, ты болванная. Аккуратно, рука. Садись. Рука. Блаженство. Серега, а что-нибудь побыстрее не было там на пульте управления? Я ж нормально не покатаюсь, у меня одна рука. Так Серега тебя покатает. Точно. Серега, давай, теперь ты целый день меня будешь катать. Это все из-за вас двоих. Хочу на прогулку. Ладно, поехали на прогулку. Кобяков, а ты зонтик возьми, надо мной будешь ходить. Мало ли солнце или дождь. Пойдем, пойдем. Ладно. Так, слушайте, а мне теперь уже холодно. Давай, Кобяков, сгоняй за пледом домой. Ну ладно, держи. Серега, на, держи. Только это, Кобяков, быстрее. И ты, Серега, тоже быстрее. Я хочу венцер в волосах почувствовать. Хорошо. Держись. Пацаны, я не успеваю, давайте помедленней. Кобяков, кто тут больной? Я. Значит, я сказал быстрее, будь быстрее. Погнали. Тихо, на, плед. Упросил быстрее, давай быстрее. Ой, как хорошо. Э, стой, 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 тут же бордюр. Да ничего, сейчас преодолеем. Вот так вот, опа. Все, едем дальше, быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Окей, все, пацаны, я нагулялся. Погнали домой. Окей, понял. Так, беру курс на дом. Ага. Ну что, чем еще позанимаемся? Может, передохнем чуть-чуть, а то как-то вообще сил нету. И я бы поел еще. Опять? Да, опять кушать хочется. Ладно, перерыв. Ну только это, быстренько отдыхаем и возвращаемся помогать мне. Окей. Все, Серега, вези меня. Серега. Эй! Видимо, он тоже себе решил перерыв устроить. Ладно, надо понять, как на этой штуке кататься. Это взад, это вперед. А что я не вперед? Блин, я же левой рукой не могу толкаться. Эх, это тяжело. Надо развернуться. О, тихо, чуть костыли не упали. Вот, точно. Я же могу использовать костыли как руки, если я не могу до чего-нибудь дотянуться. Главная проблема, что у меня рука в гипсе. Ну, точнее, сломана. И я не могу ездить вперед, потому что я кручусь постоянно. Но, ловите лайфхак, можно кататься задом. И тогда ты не поворачиваешь, смотрите. Блин, я застрял, кажись. Все, не могу. Серега! Твой перерыв закончен. Иди сюда, помогай мне. Что такое? Все, я застрял. Сейчас, попытаемся исправить. Ага, и костыли забери. Костыли? Зачем ты их трогал вообще? Да не важно. Ну что, что хочешь? Не знаю, давай в футбол поиграем. Только уже не на PlayStation, а в реальной жизни. А как это? Ну, ты будешь управлять мной, а Кобяков сядет на офисное кресло. Ну, давай. Кобяков, все, обед закончен, тащи мяч. Да что он опять хочет? Уже загонялся своими просьбами. Ну, Кобяков, ты где? Время вышло. Тоже так хочу. Может мне что-нибудь сломать? Буду лежать, а все остальное пускай за меня делают. Я тебя сейчас штрафовать начну. Иду, иду. Так, надо потом съездить в больничку и договориться с доктором. У меня точно это получится, у меня же талант. Так, ну что, поле готово, мяч есть. Наши ворота из костылей и ворота Кобякова из стульев. Играем как во дворе. Вратарь мотала, я за Глента. Чего? Ничего не понял. Ладно, все обогнали. Все, обогнали. Отбирай, отбирай. Ты можешь на бой, на бой, я взялся. Вперед, вперед. Давай, давай, давай. Бей, бей. Нет, почти. Защиту, уверни защиту. Назад, назад. Пошли. Не было, давай. Защита, защита. Защита, давай, давай. Есть! Мы победили! Не, я на самом деле не расстраиваюсь. И с удовольствием еще с вами поиграю. Ну, только мне сейчас отъехать нужно. Буквально на полчасика, окей? Нет, ну куда? Ну, неважно, там по делам. А мне кто помогать будет? Серега. А потом ты будешь за ним ухаживать, понял? Договорились. Все. Осторожней, сломай ему вторую руку. Ну что, куда? Если честно, я хочу в туалет. Очень хочу. Хорошо, пошли. Здравствуйте. Мне бы это, две руки загипсовать. В смысле две руки? У вас же руки целы. Ну, очень нужно. Вот посюда. И одну, и вторую. Пожалуйста. Цена вопроса, молодой человек. А, понял. Сейчас все будет. Так. Держите. Это за одну руку. Так, держите еще. Гипс у нас не бесплатный. Ладно. Ну, и моя работа ценится. Ладно. Только загипсуйте две руки, пожалуйста. Сделаем все в лучшем виде. Не понимаю, в чем все не имется? Здесь ко мне один целый день бегает. То палец, то шею, то ногу. Стоп, 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 стоп. Палец, шею и ногу? Да. И все за один день. Не понимаю, кого он разводит. Каких-то дурачков. Ага. Значит, палец, шею и нога. Ну что, пойдемте гипсовать мне руки? Пойдемте. Здорово, Глент. Привет. А что случилось? То же самое, что и с тобой. Что ты орешь? Ты думаешь, я не знаю твоего секрета? Я был у того же самого врача, и он тебя сдал. И я вот решил тоже, кстати, покайфовать. Замотал руку гипсом, как крыса, да? Да. То же самое, что и ты сделал. Я это, во-первых, придумал. Ну а я тебя позаимствовал идею. Ладно, Кобяков, что ты хочешь? Короче, давай договариваться так. Будем просить Серегу нам во всем помогать. И друг друга не палим. Вот последнее, это самое главное. Если ты нас палишь, Кобяков, не ведут. Одна рука у меня без гипса. Ладно, у меня рот на замке. Я прошу тебя, только без жестких просьб. Иначе Серега нас сразу спалит. Ты слышишь? И не жри мой схитлс. Договорились. Топай отсюда. Пойду получай свою долю заботы. Серега, здорова. Здорова. А что с руками? Да, шел там, подскользнулся, и вот гипс. Поподробнее, я что-то не понял. Глент сидит загипсованный, ты пришел. Как случилось? Я, короче, ну, пошел в магазин за вкусняшками. А там собака с привязи сорвалась, и как за мной побежит. Я к нее давай бежать, потом через забор, потом кувырок, и потом... И все, в больнице. Да, Серега, теперь ничего руками вот делать не могу. Можешь мне шнурок завязать, пожалуйста? Что за день такой? Так они же у тебя завязаны. Ну, тогда, может, спину почешут. Где чешется? Везде. Так, так, пониже, пониже, пониже. О, а можно колу попью? Да, конечно, бери. Кобяков, а у тебя здесь ничего не должно болеть? Ай, как больно! Руки болят! А, Сергей, зачем ты напомнил? Что ты тут разыграешь меня? Ты не умеешь притворяться. И как ты вообще мог взять эту колу, открыть с этими руками? Ничего я не притворяюсь. И как ты вообще две руки сломал? Ну, я же говорил, там кувырок, падение. Со мной это не пройдет. Сейчас будет у нас серьезный разговор. Рассказывай, у тебя есть перелом? Да, есть, я же сказал! Не ври мне! Есть! Последний раз спрашиваю, у тебя сломаны руки? Да! Зря ты не решил честно признаться. Признавайся, это настоящий перелом? Да! Ну что, не было больно? Больно, больно, больно! Настоящий перелом! Хватит есть шоколадку, любимую с орешками. На второе приступаю, Кобяков. Но у меня реальные переломы. Ложь! Серега, что с тобой? Ты с ума сошел, что ли? Спрашиваю в последний раз. У тебя настоящий перелом? Да, настоящий. Да я буду действовать жестко. У тебя был шанс. Признавайся, или тебя ждет та же участь. Ладно, 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 Серега, все, ты псих, тебе нужно отдохнуть. Нет у меня никакого перелома. Глент сразу говорил, нужно быть аккуратнее, чтобы не спалиться перед тобой. И Глент, значит. Ничего, я его проучу. А злое такое, потому что вы меня уже достали целый день. То почеши спину, то завержи шнурки, то сделай то, сделай это. О, Серега, а что вы там наверху кричали? Просто с Кобяковым поссорились. Я ему сказал, что он о тебе слишком мало заботится. Да, реально, Кобяков как-то не уделяет мне внимания. Да-да, сейчас я вот позабочусь о тебе максимально. Это что такое? Это мой подарок тебе. Вау, мне просто нужно лопать пузырики? Нет, нет, тебе нужно руки вот так вот сложить. Да. А, так вот ровно. А я? Давай ты что, встанешь, ладно? Давай, давай, давай. Так нет же у меня нога. Да ничего, потерпит, это точно надо. Я не потерплю. Потерпит, потерпит. Вот так вот. Сейчас мы тебя плотненько замотаем, чтобы ты не упал никак, не травмировался, и вообще оставался целым и здоровым. Да я и так себя хорошо чувствую. Может, не надо? Нет, 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 тебе не нужно двигаться вообще. Сейчас все сделаем. Серега, выпускай меня, это уже не смешно. Нет, 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 сиди и не двигайся. А сейчас мы тебя покормим такой вот суперполезной кашей. Очень невкусной. Я не хочу кашу. Давай, давай, пока не поешь, никуда не пойдешь. Так, давай, ешь, ешь, надо выздоравливать. Вот. О, она же соленая. Конечно, я же что-то добавил в морскую соль. Она полезная. Давай еще насыпем. Не надо! Я принес с собой. Сейчас еще добавлю. Все, хватит, хватит, Серега! Нет, не хватит, вот столько тебе соли. Сейчас перемешаем, ты быстро выздоровеешь. Не хочу, не хочу, не хочу. Давай ешь. Не буду. Ешь, ешь сказал. Не буду. Ешь давай, ешь. Все, я не могу больше хавать. Ну все, Костя, мы полечили, теперь займемся душевными травмами. Столько переломов за день. Может ты лучше меня отпустишь? Я буду аккуратным, обещаю. Так, так, так. Эй, что такое? Давайте уже вытрем, а то что это ты измазался весь? Серега, ну отпусти меня, пожалуйста. Ничего, ничего, Глентик, 24 часа скрипичной музыки помогут тебе излечить свои травмы. Да у меня нет никаких травм, Серега. Режим шумоподавления включен, прибавляем гром. Нет, Серега, не надо, не надо, пожалуйста, как громко. Каждая нотка будет идти тебе на пользу. Я ничего не слышал, выключи музыку. Ну ты пока отдохни, я скоро с тобой приду. Э, ты куда, Серега? Так, 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 куда мы, куда мы идем с ними наушники? Ну как тебе? Все, излечился, Серега, я излечился. Больше никаких душевных травм у меня нет. Может быть, что-нибудь еще хочешь? Хочется чего-нибудь сладенького. Сладенького? Да, может быть, мороженое. Во рту столько соли после этой каши. Хорошо. Будет тебе мороженое. Только реально мороженое принеси, Серега. Это что такое? Извини, мороженого не было. Была только вода за мороженое. Нет, 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 не надо! Держи, держи, вот сюда. А что, мы двигаемся? Куда, куда собрался? Куда? Что ты? Так, так, так. А я смотрю, у тебя уже ничего не болит? Да я просто... Ты хоть знаешь, сколько я сегодня из-за вас настрадался? Из-за вас? Так это что, Кобяков спалился? Я его найду. Ага. А ну стой! Я, ты крыса! Сам спалился и меня спалил! Я отключаю это, Глент, так просто получилось! А ну иди сюда! Стой, стой! Глент, пожалуйста! Ну, Глент! Что такое? Кажись, я реально палец сломал. Вызывайте врача. Только какого-нибудь другого. Глент, Кобяков, Глент, Влад Бумага. Глент, Кобяков, Глент, Влад Бумага. А вы совсем забыли, как летает моя Ламба.